Нет, 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 твою мать, да что за хрень? Одно рафинированное говно на разочарованиях. Вы хотите сказать, что 2016 год для кинематографа провальный? Кренас 2! У меня уже срабатывает внутренний говнотетер, который позволяет игнорировать хреновые фильмы. Но если вы все-таки обожглись, то знаете, что вам поможет. Правильно, кэшбэк. При оформлении дебетовой карты от Тинькофф Банк вы получаете возврат в размере 10%, а оформив кредитную аж 15%, что очень даже дофига. А самое приятное, что не нужно посещать никакие отделения, стоять в очередях и платить за обслуживание. Пару кликов и карту бесплатно привезут вам на дом. Рекомендую тратить свои деньги рационально и с умом. Все ссылочки оставлю в описании, ну а мы начинаем. Приветствую. Долги нужно возвращать. Вот и мне кажется, что пора бы сделать список фильмов, которые лично меня впечатлили в 2016 годике. Набирались они мучительно и с трудом, но думаю, этот список получился максимально честным и искренним, потому что мне кажется, я собрал тут действительно достойнейшие картины. Но это не точно. Давайте уж потихоньку начнем. Напоминаю, что это не топ, а просто спис... А нет, все-таки топ. У меня в башке сложилась четкая картина того, что и в какой степени меня впечатлило. Так что интрига есть и приятного просмотра. Десятое место. Неоновый демон. Не стандартный фильм для пришибленных хипстеров. Ну серьезно, только первогласным идиотам понравится арт-хаус с сочетанием каннибализма, поножовщины, некрофилии. Короче говоря, мне понравилось. Я бы охарактеризовал эту картину Николаса Вендингаревна как черный лебедь для нищебродов, где основной сет переносится в мир модельного бизнеса. Казалось бы, зачем нам еще одна история о девчонке, желающей стать совершенной, но черт воздери, какой же неоновый демон красивый. Удивительное сочетание цветов, аккуратные, до раздражения отточена экспозиция. Игра со светом, гора метафор, сумасшедшая музыка Клиффа Мартинеса, которую я до сих пор переслушиваю. А вишенкой на торте стала гипнотическая Эльфанинг. Серьезно, когда я проморгал тот момент, когда из несклепистой зубастой девочки она превратилась в зловеще протягательную красотку? Эх, не так быстро растут. Но тем не менее, если вам не нравится, когда с вами заигрывают, вы не можете понять, к чему вам показывают пуму в номере главной героини, и вы не можете провести аналогию. Да и к тому же, если вам не нравится, когда в картинах говорят «вот так», то, конечно же, этот фильм не для вас. В целом, наверное, демон довольно точно показывает этот сумасшедший модельный мир. Мир, в котором ты выглядишь не лучше трупака в морге. Где каждый второй желает тебя трахнуть, а каждая вторая готова тебя от зависти сожрать. В переносном и прямом смысле. Э-э. В целом, картина отдает мертвечины и чем-то отталкивающим. При этом остается до безумия отточенный, грациозный и красивый. А после финала хочется взглянуть в глаза Виндиго Рёвна и понять, что же творится в башке этого странного датчанина. В общем, со странного демона мы и начали, которого я оставлю на десятое место и поехали дальше. Девятое место. Экипаж. Ететь вас за ногу русский фильм, бы чё, серьёзно? Набравшись сил после легенды номер 17, Николай Лебедев берёт и снова ставит всем палки в колёса. Казалось бы, у картины было всё, чтобы быть освистанной. И навязчиво и раздражающий пиар России 1, и кривые трейлеры, и сам факт того, что кажется, фильм является ремейком советского фильма, а значит сразу сжечь. Но экипаж такой берёт и ломает все ожидаемые стереотипы. Это крепко взбитый, хорошо сыгранный напряжённый блокбастер, который вполне может составить конкуренцию Голливуду. Помогает этому и актёры. Ведь конфронтация между героями Данила Козловского и Владимира Машкова работает, и конфликт дерзкого бунтаря со строгим традиционалистом, пусть и прост как пять копеек, но убедителен. Прибавьте сюда классическую атмосферу фильма-катастрофы, напряжённость действия и хорошей графонии, при этом снятые в формате IMAX, из-за чего вжимаешься в кресло кинозала. Конечно, поверить достоверность происходящего довольно трудно, поскольку Николай Лебедев имеет физику и хвост и в гриву, но за первые акты успеваешь настолько пропитаться персонажами, что искренне переживаешь за их судьбу даже самой нелогичной ситуацией, как, например, импровизированные вагонетки между самолётами. Возможно, авторы переборщили с ненужными линиями сыночка Машкова, с совершенно бестолковой любовной линией, из-за чего картина будет разрываться на две биполярных части. Из-за того, только и девятое место я даю экипажу. Однако после картины остаётся приятный бальзамик. Эй, бальзамик. Так что давайте уж оставим в покое этих летунов и поплыли дальше. Восьмое место. Человек-швейцарский нож. Я люблю эксперименты и нестандартные сюжеты. И пока все мои знакомые плевались огнём от трейлера швейцарского ножа, я понял, что хочу посмотреть эту картину. Но вы только вслушайтесь. Чувак таскает по лесу дохлого Дэниела Рэдклиффа и использует его как кран для воды. А его член может крутиться и показывать направление Аки Компас. А? А? Более того, трупак постоянно пердит, а ко всему прочему они ещё и поют. Ёпта, а почему все прошли мимо этого фильма? Ну да, на первый взгляд может показаться, что Перачин и Человек – пошлая, грязная и неопрятная картина. А на деле, лента дебютантов Дэна Кван и Дэниела Шайнерта оказывается куда милее и добрее того же хладнокровно красивого неонового демона. Вполне возможно, что фильм не произвёл выхлопа, потому что он нацелен на две совершенно разные фокус-группы. Те, кто пришёл на философичное и умное кино, свалят на 30-й минуте картины под мелодичный пердёж Гарри Поттера. А те, кто пришёл поржать и поугарать, наоборот, ближе к финалу, разочаруются. Ведь на самом деле кино-то со смыслом. Швейцарский нож – фильм об одиночестве. Я бы сказал, маниакально. Сколько в этом мире, да даже среди моих знакомых сверстников, одиноких и забитых себе людей, сколько в голове загонов, когда ты видишь в автобусе красивую девушку? Познакомиться или ну его нафиг? Как правило, срабатывает второй вариант, и мы так и остаёмся запнутыми социофобами. А некоторые доходят до такой ручки, что ему уж скорее с трупаками будет веселее, чем с живыми людьми. Иными словами, картина заставляет задуматься, и ты хочешь сделать всё, чтобы не быть таким же жалким, как герой Пола Дана. Ко всему прочему, фильм музыкальный, насыщенный, с хорошими актёрами. Дэниел Рэдклифф даже в одном из интервью ехидно заявил, что это его лучшая работа в кино. Какой негодяй. Но в любом случае, если вы любите и чёрный юмор, и философию, то пирочный человек для вас. Лично я всеми руками за такие эксперименты. Жаль, что публика ещё не готова. Ну а получи швейцарский нож в своё восьмое место. Седьмое место. Фантастические твари, где они обитают. Очень приятно осознавать, что несмотря на очаровательное проклятое дитя, Маморо ещё в состоянии удивить нас и погрузить в волшебный притягательный мир магии. Фантастические существа – это очень приятная, уютная и атмосферная фэнтези, Которая заметно расширила вселенную Гарри Поттера. Органичная картина выглядит не только из-за сеттинга, но и персонажей. Ньют Саламандр в исполнении Эдди Рейдмана – это добрый, но при этом дёрганный загадочный фрик, Который на деле получается даже интереснее самого Гарри Поттера. Так и его окружение мастерски въедается в память. Я уже говорил, что более всего твари мне понравились за самобытность. Да, мы находимся в той же вселенной, но это не манипуляция на ностальгических чувствах фанатов. В американском мире волшебниках 20-х годов своя архитектура, порядки, законы, Да даже эта потрясающая нуарная стилистика в одежде начала 20-го века Создаёт какой-то свой камерный мирок. Возможно, стоит прикопаться к Дэвиду Йейтсу за буксующую середину, За странное присутствие поплывшего Джонни Деппа, Будто сбежавшего из съёмок какой-нибудь комедии про вампиров Тима Бёртона. Но в остальном постановщик уже крутится в мире Роулинг, как селёдка в винном соусе. Хорошая магическая атмосфера, обаятельные персонажи, очаровательные твари, Увлекательный сеттинг и задел на большую эпичную франшизу с Дамблдором, пёхавшим Грин Девальда. Чё ещё надо для счастья? Так что, несмотря ни на что, мир Гарри Поттера ещё не потерян, И оставлю фантастических тварей на седьмое место. Поехали дальше. Шестое место Капитан Фантастик Мэтт Ро снял очень щепетильное, неоднозначное кино. Такое, когда ты разделяешься между двумя точками зрения, За какой социальный пласт ты болеешь. Это я люблю. Так как Капитан Фантастик заставляет задуматься. Вот у нас есть семейство Кэшев. Отшельники, наверное, отчасти дикари, Для которых цивилизация — это глухой лес. А главными подарками для детей будут являться охотничьи ножи. Но мать семейства умирает, И Арагорн вынужден отправиться с хоббитами в город, Чтобы в последний раз увидеть жену, И отправить её в последний путь. Как же нам быть? С одной стороны, дети растут в натуральнейших условиях, Благодаря которым они физически подготовлены. Умеют охотиться неподдельно умы и начитанны для своего возраста. С другой стороны, они полностью изолированы от социума. И кайф общения для них — это что-то абстрактное. С другой стороны, мы же настолько развращены обществом, Что не можем сложить в уме 2 плюс 2. То время как Кэшев в состоянии всем дать фору. Это весьма противоречивое кино, где не даётся единого ответа. Хоронить ли мать семейства по всем религиозным обычаям, Или вслить её прах в унитаз, Потому что таковой была её последняя воля — решать вам. Кино натуралистично приятное, визуально красивое, Пусть и не с тарантиновскими, но крайне житейскими диалогами. Каста детей подобрана идеально, А во главе всего сын Араторна Вига Мортенсен, Который, вероятно, сыграл одну из своих сильнейших ролей. Очень жаль, что мы так редко его увидим в большом кино. Капитан Фантастик, несмотря на своё провоцирующее название, Это мастерская социальная драма, Которую я с гордостью поставлю на шестое место. Кстати, чтобы нафиг не спиться и не проснулся в лесу с Капитаном Фантастиком, Лучше избавляться от похмелья при помощи Моннин Кер. Если что, спрашивайте в магазинах и аптеках вашего города. Ну это я так. Едем дальше. Пятое место. Эдди Орёл. В этой картине я нисколечко не сомневался, Хотя бы потому, что производством ленты занималась киностудия Марф, Которую курирует тот самый Мэтью Вон. Маэстро по созданию развлекательной годноты. Эдди Орёл исключением не стал. Режиссёр Декстер Флетчер взял за основу историю Главного неудачника Олимпийских игр Эдди Эдвардса. Взял основу любой спортивной драмы, Однако за место драмы он берёт и создаёт Отличную, яркую, жизнеутверждающую комедию С броскими актёрскими партиями Хью Джекмана И малыша Экзи Терреном Эджертоном. Этот фильм прям наполнен каким-то наивным позитивом, Будто картина пришла прямиком из 80-х. Англичанин Эдвардс после череды неудач решил, Что нашёл своё призвание в лыжных прыжках с трамплина, Чудесным образом он откапывает самого клишированного, Бывалого и брутального чемпиона, И тут естественно сквозь зубы становится его тренером. Все ингредиенты стандарты, Однако сбиты они потрясающе. Эдди такой типичный шейно-наивно приятный лузер, Что его хочется погладить по головке. Джекман прям глазами показывает, Как кайфуют от участия в этой картине. И пусть это не история о том, Как простой парень из Бруклина становится чемпионом мира, Но Орёл поставил свой личный рекорд И доказал, что он не пустое место. А такое порой намного важнее Каких-то медалей и наград. Конечно от оригинальной биографии остались рожки да ножки. Персонажу Хью Джекмана не существовало и в помине. Однако ты хочешь этому верить, Ибо уж больно приятно и ламповое кино снял Декстер. Я ставлю Эдди Орла на пятое место, И не забывайте хотя бы иногда попивать молочко. Четвёртое место. Прибытие. Дэнни Вильнюф такой взял и сделал нонсенс. Он хватает стандартную и приявшуюся сюжетную основу И смотрит на неё из-под совершенно иного угла. Прибытие мне кажется довольно точно моделирует события, Которые могли бы произойти, прилетя на землю пришельцы. Есть значит 9 овалообразных кораблей, Которые зависают над нашей планетой. Чё они хотят никто не знает, Однако между крупными странами уже начинается грязня По поводу огневых ударов по противникам И что вообще делать с этими ублюдками? Слушая такое описание, Не ожидаешь увидеть военно-фантастическое кинцо, Саравы и разрушений, взрывов и прочего говна. Однако в центре действия лингвист Луиза В исполнении Эми Адамс, Которая решает пообщаться с пришельцами дипломатично, При помощи письменности. По сути, перед нами детектив, где героини вместе Джереми Рейнером Отгадывают символы, пытаются понять суть их послания, Почему они не улетают и что за странные флешбеки тревожат главную героиню. Картина по-мрачному красивая, Художественная картинка оператора Роджера Диккенса приятна глазу, Нелинейный монтаж Вильнева способен запутать и самого искушенного зрителя, А Катарсис дает пищу для размышления над нашими вечными философскими вопросами. А под саундтрек ловить грустного Маканаги самое то. Короче, получи прибытие четвертое место и поехали дальше. Третье место. Зверополис. Помню, как я еще год назад говорил, Ээээ, помяните мое слово, Зверополис будет хитом, Иначе я сожру свои носки. Благо, ничего жрать не пришлось. Зоотопия очаровательный мульт, Который пусть со сценарной точки зрения делает все по номиналу, Ссорит героев там, где нужно, Водит протагонистов тоже, когда того сюжет требует. Все диснеевские каноны на месте, Да даже Джуди Хоббс у нас по сути независимая, Но все же своеобразная диснеевская принцесса, Которая хочет добиться каких-то ощутимых успехов в этой жизни. Однако, при всем при этом, Зверопопа не похожа на своих студийных собратьев. Они отказались от стандартной концепции мюзикла, Не делят все на черное и белое. Зверополис город цветной во всех смыслах. В нем есть и негодяи, мафиози, Крумпированные чиновники, Только выглядят они как милый пуф-пуф зверята. Дуэт леса и крольчихи великолепен. Ника Джуди биполярный, яркий, запоминающийся. Последняя, в свою очередь, Типично влилась в мультяшную семью тяночек, Где есть гаечка, лолобани и бабуль из унесенных призраками. Что? Она никому не нравится? В любом случае, Зверополис это потрясающая, Толерантная и философичная история С ярким проработанным миром. Повествующий о изгоях современного общества, Которые вместе способны свернуть горы. Прибавим сюда колоритный образ, Шикарнейшую анимацию, Приставучую песню Ша-ша-ша-киры И перед нами потенциальный обладатель Оскара В области лучшего мультипликационного фильма в 2017. Вообще, для Диснея год отрадный. И славная Моана, И приятная ностальгическая в поисках дуари пиксаровцев. Но страдания сценаристов зоотопии Не остались напрасными. И перед нами, наверное, Самый яркий проект ушедшего года, Который я поставлю на бронзовое третье место. Второе место. По соображениям совести. Выражение талант не пропьешь, Более чем полностью можно отнести к Мелу Гибсону. Сколько культовый актер и режиссер Пережил говна со времен апокалипсиса 2006 года? Десять лет прошло. Наш безумный Макс зарос с седой бородой И приобрел пяток морщин. Однако это не помешало ему взять себя в руки И снять потрясающую, жестокую, красивую И попафосно прекрасную картину. Да-да, я помню, как с пены у рта орал, Что военное кино задолбало. Однако люди западные Не так обильно злоупотребляют этим жанром. А когда за режиссуру берется постановщик Страсти Христовых и Храброго Сердца, То мы получаем потрясающий камерный фильм О герое Второй Мировой Войны Десмонде Доузе. Начинается картина крайне раздражающая. Вот он есть такой лосьянистый душка Эндрю Гарфилд, Который влюбляется в медсестру. Потом решает уйти на фронт, Тайву отговаривает, Но Дос говорит избитым, Это мой долг. И вот ты уже начинаешь закатывать глаза, Как внезапно, по соображениям совести, Превращается в напряженный триллер, Где человека, его же государство, Принуждает отказаться от своих принципов, Взяв в руки оружие. Ведь действительно, С каких это пор религии война Стали словами-синонимами? Нормально ли, что священники Обрызгивают святой водой военные ракеты? И как жить в том мире, Где Библия говорит тебе не убей, А война заставляет делать совершенно обратное? Это даже поощряется. Какой-то троекратный парадокс, Который как раз и попал рядовой Дос. Но просто поражаешься тому, Как сюжетные линии плавно дополняют друг друга, Вплетаясь в единую историю. Под сюжет о том, Что отец Доуса в пьяном угаре побивает мать, Наносит свои отпечатки на жизненные принципы главного героя. Любовная линия также ставлена не ради галочки, В один момент помогает морально подняться Персонажу Гарфилда. Да и вообще, Картина снята с большой любовью. Гибсон старается почти не прибегать к компьютерной графике, Оттого военные баталии кажутся максимально жесткими и резкими. Иными словами, Зрелище не для слабонервных. Особенно это ощущается, Когда проникаешься к второстепенным персонажам с симпатиями. Самое главное, Что в фильме нет разрывающего пука, Нура патриотизма. Нет, Это история о людях, Которых кроются свои личные демоны. Ведь Десмонд Доус действительно герой, Который за одну битву у Окинавы Умудрился спасти и перенести в госпиталь более 70 раненых. Гибсон охарактеризовал свою картину, Как историю о супергерое без суперспособностей. И возможно, Пока для Гарфилда Доус будет главным персонажем, Оставляющим далеко позади даже Питера Паркера. Ну а я ставлю по соображениям совести, На серебряное второе место. И первое место. Ла-Ла Лэнд. Картина, которая, считайте, вышла вот-вот в 2016-м, Но все-таки наши чудики-прокатчики подложили собаку, И выпустили фильм «Российский прокат» уже после новогодних праздников. Ну и, собственно, хрен с ним, Потому что Ла-Ла Лэнд, режиссера одержимости Дэмьена Шезеля, Сам по себе и является пышным праздником. Шезель будто признался любви золотым лентам Америки 50-х, По типу «Пающих под дождем» или «Касабланки», И даже снял картину в устаревшем режиме передачи цветов «Синемаскоп». Ла-Ла Лэнд – это потрясающая, яркая музыкальная история о любви. Настолько добрая и искренняя, Что нутру чувствуешь, как актерам и режиссеру близка эта простая, Как два плюс два история. Ну, казалось бы, Вот у нас тут мечтатель-клавишник Себастин, Грязящий джазом, И амбициозная Мия, мечтающая стать актрисой. Ну вот они без конца пересекались, В итоге полюбили друг друга, Пережили романтику, ссоры, длительные расставания. И сними эту картину проходной голливудский ремесленник, То фильм с таким каркасом был бы уже давно выкинут на помойку зрителями. Но благо, режиссер у нас мечтатель-сверхталантливый Шизель, Который попросту сживет музыкой и искренностью. Оттого, Ла-Ла Лэнт выглядит как яркое визуальное приключение, Завораживающими от репетированными номерами, Где состояние души выражается при помощи танцев и великолепнейших песен. Музыка здесь не тормозит основное действие, Как зачастую происходит в мюзиклах, А наоборот тянет нас вперед. Режиссер классно играет и с цветами одежды героев, И световой гаммой и со звуком. Любовь будет сопровождаться танцами и прекрасной музыкой, А первая крупная ссора будет глушить нас раздражающим пиком пожарной сигнализации. Кино просто пленит своей магической атмосферой. City of Stars и Another Day of Sun заслушана мною до дыр. А актерский дуэт Эмма Стоун и Райна Гослинга, Наверное, один из самых потрясающих дуэтов, Которые я видел за последние пару лет. Они настолько честные, неопошленные, юморные и живые, Что переживаешь за их отношения больше, чем за свои. Я никогда не любил любовные мелодрамы. Большинство из них мне приходилось смотреть сквозь зубы, Да и тот же Титаник прошел сквозь меня по номиналу. Но Ла-Ла Лэнд сделал невозможное. Заставил пустить меня скупую мужскую на финале картины. Может потому, что история близка мне, И возможно это пережил Шезель и Эмма Стоун Со своим страдальческим романом с Эндрю Гарфилдом. Да даже неудачные кинопробы Мии, Полностью взятые из личного опыта Райна Гослинга. Это картина о том, что ради успеха иногда приходится чем-то жертвовать. Иными словами, Ла-Ла Лэнд играет на человеческих чувствах Играть чертовски хорошо. Это не злободневная картина, Которая будет актуальна вне времени. Именно таким и должен быть вечный шедевр. И пусть люди обсирающую картину по номиналу, Только потому, что она другим нравится, Схватит огромный елдак лысого из Бразерс. Ну а я ставлю Чумовой Ла-Ла Лэнд на золотое первое место. Ну что, это был мой топ 10 лучших картин 2016 года. И знаете, мне чертовски нравится этот список. По сравнению с прошлыми годами, Количество блокбастеров свелось к минимуму целых 3. Не знаю, с чем это связано. Может с тем, что массовое кино медленно, но уверенно выдыхается, Или я просто перерос эти картины. Но в любом случае, авторское не массовое кино тащит. И призываю вас больше знакомиться с такими картинами, Ибо они этого заслуживают. Ну а на этом все. Пишите, что впечатлило именно вас. Спасибо за внимание, вступайте в группу, Пальцы вверх, за нами не заржавеет. И всем пока! А это типа намеки на мои будущие обзоры, да? Я порой сам поражаюсь своему воображению. Ну ладно, давайте лучше послушаем саундтреки Джастина Гурбитса. Коком с ног в голову и подтяни брючки. Вот так.